И Алан Габаров, представитель Кабардино-Балкарии, базовый боксер против нашего спортсмена, у которого базовым видом является ММА, смешанное боевое единоборство. Разница в возрасте. Габаров старше нашего спортсмена на 2 года, 18 лет ему, при том как Рахману Давудову всего 16. Но при этом Давудов превосходит в росте. 181 сантиметр он и его соперник всего 172. То есть это уже превосходство в руках, в конечностях. Можно держать дистанцию. И за счет этого навязывать свой план на бой. Я бы от себя еще хотел добавить, как превосходно двигается на ногах Рахман Давудов. У него также, как и ноги и руки, очень высокий уровень поставленный, руки и ноги. И двигается он в октагоне. Это чтобы там попадание или выходы ударов. Защита бывает от этого более лучше, чем стоять на месте. И попадание, ударов соперника противника. Ну вот пока что в стойке. Мы видим, проходит поединок. Габаров, как мы уже сказали, базовый боксер. Давудов ММА представляет. Ну, по идее, должен чувствовать себя достаточно комфортно и в стойке, и в партере. Но вообще, Зельман, ты, наверное, лучше знаешь, какие его все-таки сильные стороны. Ну, как я уже сказал, у Рахмана очень хорошие руки поставлены, и у него длинные, конечно, все. Мы ему поставили задачу работать в стойке. Непременно работать в стойке. По переводу в партер, искать более удобные для себя позиции, да. И по возможности переводить в бой в стойке. Как мы видим, хорошее акцентирование ударов с руки и с ноги выносит соперник по атаменту. Ну и также соперник тоже по возможности огрызается удар. Продолжает прессинговать, скажем так, наш спортсмен. Чуть, наверное, чуть активно выглядят оба, но вот более акцентированно, как Зельмхан отметил, удары получаются на данный момент у Рахмана Даудова. Ну вот пропустил наш боец. Еще бы я хотел отметить, как таковой особой базы у Рахмана нет. Ну, он выступил на двух-трех турнирах от силы в сегодняшней республике, да. И вот смотреть, как он уверенно себя чувствует в октагоне. Первый раз на таком большом, высшем турнире, да, в такой организации. Это не у всех получается, да. Кто себя может хорошо показывать любительских боях, когда попадут на такой публике, ноги сгорают. Ну да, действительно, все-таки профессиональные бои, будь то бокс или смешный единоборс, или кикбоксинг, это совсем другое. Это, конечно же, многим отличается. Здесь и правила более жесткие. Ну и давление, наверное, намного больше, в первую очередь, психологически. И вот 16-летнему парнишке с этим справиться, наверное, не так-то уж и просто. Ну, хотя, вот мы видим, не волнуется, нормально, принципи действует. Хотя соперник выглядит простоще, да, более мышечное формирование тела тоже видно. Ну, знаешь, боятся, не выступают ни в чем. Ну, наверное, все-таки у Габарова есть за плечами чуть более богат, скажем так, опыт выступлений в любительских видах. Наверняка выступал и на республике, на республиканских чемпионатах у себя на родине по боксу, возможно, и на СКФО он был. Ну, как бы, когда мы делали запросы по соперникам, они сказали, что они первые номера в своем месте и в своих, ну, по их годам, в своих республиках, в своих... Второй раунд. Вот третий бой мы уже наблюдаем и видим, что третий поединок, пока что ни один из боев не закончились в первом раунде. Наверное, это говорит о том, что соперники хорошо были подобраны и их уровень сопоставим. Это в первую очередь. Ну, и то, что ребята, в принципе, хорошо физически подготовили, сами не перегорели, готовы на все два раунда выйти, отработать, как было вначале самым сказано, по регламенту этого турнира два раунда на один поединок выделены. То есть, это правило молодежного, профессионального ММА. Ну, вот, поначалу бывает, у меня тоже такое было. В первом же раунде хочется уложить все силы, да, там, израсходу все силы, и уже на втором раунде не остается там сил, чтобы... А вот как в такой ситуации убедить спортсмена, что нельзя сразу же бросаться вперед? Потому что мы знаем, это беда многих чеченских спортсменов, стараются они досрочно завершить поединок, и частенько из-за этого страдают, могут выдохнуться, не рассчитать силы, и там во втором-третьем раунде уже появляются у них проблемы. Как все-таки объяснить молодому парню, которому все там, с 16-17 лет, у которого нет практического опыта в выступлении, что так делать нельзя? Ну, объяснить тайм не объяснишь, но когда ты стоишь в углу секундантом, да, ты можешь ему подсказывать, сколько осталось у тебя времени, и как тебе нужно израсходоваться из силы, да, чтобы осталось на второй раунде. И если у тебя есть возможность закончить бой посрочный, почему бы не было, надо выкладываться на все столы. Он сейчас пытается со стойки провести удушающий Рахман Даудов, пока что тяжело ему это сделать, потому что... потому что соперник его... Соперник тоже никакой активности не проявлял, да, ну и прижал его к клетке. В принципе, правильное решение арбитра, остановить, возобновить поединок уже сначала, скажем так. Хорошее попадание со стороны Габарова были. И здесь тут же лоу-кик запускает Даудов. Видно все-таки, что ребята достаточно молодые, нет такого, чтобы там попытаться нащупать слабый брешь в обороне, скажем так, соперника, пытаться вот именно на это давить, или лоу-киками, снова и снова, или еще что-то. Пока что вот этого парням не хватает. Как нашим, так и соперникам. И еще, знаешь, огромное давление бывает с угла секундантов. Когда там два секунданта, это нормально. И когда тебя там перекликивают, твоих секундантов, вот как сейчас углу Баудова мы замечаем. Посторонние люди тоже кричат, все туда-сюда и перекликают секундантов, да. Ну, нужно привыкать, учиться к этому. В принципе, сейчас за счет контроля забирает раунд наш спортсмен, ему удался хороший тейкдаун, и при этом он контролирует в партере своего соперника, наносит удары, набирает очки, поднимает рефери бойцов. Ну, там остается совсем немного, и посмотрим. Пока что за счет последних, скажем так, технических действий, больше которых провел наш спортсмен, ну, это уже все было после остановки боя, после гонга, и в копилку Габарова, они не попадут, эти удары. Да, не попадут. Уклонялся и так подвижался к сетке, а некоторые подумают, что он оттуда вот так вот. Что ж, будем ждать вердикта судей. В этом упорнейшем поединке раздельным решением судей победу одержал боец красного угла Клуб Ахмад Чеченская республика Рахман Таудов. Поздравляем Рахмана Таудова. Да, действительно, если бы, может быть, секунд на 10 еще больше был во времени